В конкурсе «Россия-10» Ивановская область представлена шестью объектами. На сегодняшний день большие шансы на победу в голосовании имеет колокольня Воскресенского собора в Шуе. Сооружение со всех сторон примечательное. Эта колокольня вторая по высоте в стране. Обошла ее только Петропавловская звонница в Санкт-Петербурге. Колокольня появилась в Шуе в честь победы России в войне 1812 года. Звонницу начал строить итальянец Моричелли. Потом после обрушения одного из ярусов сбежал. Дело продолжил обычный крестьянин Саватьев. Ему удалось поднять колокольню в небо на 106 метров. Для царской России все здесь было исполинским. Главный колокол весил больше 20 тонн. Когда поднимался колокол большой здесь, здесь несколько, по-моему, десятков тысяч людей. Вся площадь была просто запружена народом. Как поднимали колокол, всем было очень интересно. Народ жил как бы верой в то время. Золотое время закончилось, когда народ стал жить коммунизмом. В 1937 году вышел запрет на звоны и колокольня замолчала. В течение нескольких десятков лет сооружение разрушалось. Здесь прочно обосновались трудные подростки и люди без определенного места жительства. Здание было окружено строительными лесами в течение 25 лет. За это время купол покрылся ржавчиной. Теперь никто точно не сможет сказать, насколько закреплен шпиль. Лепту в разрушение памятника архитектуры внесли и сами шуяне. Некоторые по лесам забирались, скажем, к доступу свободному на первом ярусе. Пробирались вверх, срывали листы, они были медные. Скручивали их и сбрасывали, и сдавали на цвет мед. Главную достопримечательность округи сейчас нужно восстанавливать. В планах уложить тротуарную плитку, открыть сквозной проход через колокольню, заново оштукатурить стены и облагородить внутреннее убранство, уничтожив следы урбанизации. Но когда эти планы осуществятся, как говорят священнослужители, только Богу известно. Субтитры создавал DimaTorzok